Почти четверть века назад в Люберцах на базе комплексной спортивной школы Олимпийского резерва открыли отделение фехтования. Всё начиналось с небольшого зала и нескольких спортсменов. Сегодня занятия посещают почти 100 мальчишек и девчонок. На одной из тренировок побывал Богдан Колесников. Перед началом занятий – разминка. Упражнения на скорость реакции, растяжка, боевая стойка и отработка удара батманом по опущенному клинку. Фехтование – древнейшее боевое искусство. Его преподавали легионерам и гладиаторам в Древнем Риме. А в Древней Греции ему обязательно учили с раннего детства. Спорт он всегда учит организованности в первую очередь. Вот видите, там гимнастки, тут фехтовальщики. Все же ходят в школы и все успевают. Ловкость, быстрота, реакция, сила – это все виды спорта дают. А фехтование ещё даёт радость от поединка, от боя. Софию Дзабаеву родители отдали, когда ей только исполнилось 6 лет. Девочка стала одной из самых титулованных спортсменок отделения. Недавно завоевала бронзу на 11-й летней спартакиаде учащихся России. Фехтованием София увлеклась, когда увидела фильм «Остриё». На занятия девочку вдохновили сила воли и целеустремлённость главной героини этого кинофильма. Даже когда у неё была смертельная травма, что она больше никогда не смогла пойти на дорожку, выйти. Она всё равно вышла и выиграла соревнования. Я участвовала в многих турнирах, но главное для меня – победа. И вот результат. На счету 11-летней Маргариты Дзабаевой тоже десятки побед в самых престижных турнирах. Фехтованием занимается почти 5 лет. А увлекла её старшая сестра. Она говорила, что там весело, попробуй. Ну, я вот пошла. Меня научили здесь, ну, как работать в команде, как общаться с другими и фехтовать. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. Диана Таласова – мама Софии и Маргариты Дзабаевых. Мастер спорта России по фехтованию, доцент кафедры физиологии и биохимии Московской государственной академии физической культуры. О том, что дочери тоже станут заниматься спортом, не сомневалась. Я тренировалась, а они рядышком на колясочке и наблюдали за всем этим процессом, то есть с детства. Старшая, в общем-то, пошла сама. Она выбрала. Я ей сказала, давай куда-нибудь на другой вид спорта. Она сказала, нет, я иду на фехтование. А младшая уже просто автоматом пошла. Во время поединка важно помнить о боевой стойке, занять нужную позицию и выполнить выпад. Но главная цель состязания – нанести укол сопернику. Этот вид спорта безопасный, говорит тренер. Но важна правильная экипировка. Во-первых, рапирка. Перчатка, которая защищает руку. Белый цветовальный костюм. Маска. Действительно укол считается вот этот электрожилет. Будет гореть цветная лампочка. А если в другую часть тела, то будет белая, и он не считается уколом. В момент укола в защитный костюм, сшитый из облегченного кевлара, цепь замыкается. И на фиксаторе, с которым рапира соединяется через электрический шнур, загорается красный сигнал. Победитель в поединке определяется по очкам. Сегодня в отделении фехтования занимаются более 80 человек. Тренировки проходят в физкультурно-здоровительном комплексе Люберецкий и на базе Московской государственной академии физической культуры в Малаховке. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.